История Солнца Самолеты таковы. Люди рассказывают, что шел самолет. Одни говорили, что он шел с Минска на Березу. Другие говорят, что он с деревни... Как эта деревня называется? Плехово. 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 Развернулся с Плехово и упал обратно. Был подбит и его сбили. Самая первая версия, которую мы услышали, это было, что это был истребитель. Самая первая версия. Который помог... Кстати, вот сейчас мы волю зацепим краем уха. Который помог выйти из окружения пробивающимся нашим бойцам. Их было много. Вот на этом поле и всех побит. Вот и якобы этот самолет, по той версии, которую рассказала вот эта бабушка нам, он пытался помочь вырваться из окружения нашим бойцам. И одного летчика, этот самолет погиб, и одного летчика захоронили на берегу. То есть, версия полностью подтверждается. Да, пожалуйста, Никита. Версия полностью подтверждается. Но, не подвержается только по одной причине. 24 число. Истребители здесь просто фактически, практически не могут быть. Все истребители не остались под Брестом. Они приняли бой 22 июня. Он не должен был разбиться. Все, пацаны. Двое надо брать. У него ковша не хватит поднять. Пошел. Не, не, не. Пошел, пошел. Все, отлетелся он от одна. Куда же тут? Где сюда лазить? Так ну движок. Тут тебя тут будет... Следующие остребители вступили в бой под Барановичем. И в Ацевичи не попадаются. Поэтому, когда мы начали искать, версия была штурмовик. Мы приехали первый раз по этой гривне, на реале сцены и щупами били в дно. Потому что нас привезли. Это около... Когда выгнали сейчас экскаватор, там есть по дамбе поворот и шлюз прямо на повороте. Вот от этого шлюза, 200 метров, вот эту вот всю реку мы проныряли, сцены все болото пробили. Мы ничего не нашли. В военкомате осталась запись, оставленная дедушкой. Он записал это в письме, что он знает, когда упадает уровень реки, где в реке лежит крыло, и по нему можно стучать весом. Мы долго не могли найти этого деда. В результате, когда мы нашли и приехали, выяснилось, что дед за месяц до нас умер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Все три, пацаны! Все три гофти! Мы начали спрашивать у его жены, где-то был очень заядлый рыбак. Я сейчас, к сожалению, не помню фамилию его, жалко, не помню. Завтра приедет женщина, она подсказывает. И его жена, и его друг решили нам помочь показать это место. И вот как раз это место, где мы ныряли от шлюза, они нам показали примерно 90 шагов от шлюза. И мы там ныряли. Ничего мы там, конечно, не нашли. Уехали. Плюс нам сказали, что здесь уже приезжали, на лодках плавали, искали, тоже ничего не нашли. Мне сказали, ребят, если вы найдете самолет, мы сделаем все, чтобы его вытащить. То есть мы пересыпем, все сделаем, отсыпем, ну, чтобы можно было доставить. Это история 2012 года вот так вот тянулась. Мы сюда ездили ежегодно, и каждый раз было по 3-4 погружения, то есть 3-4 выезда, 5 выездов. Я сейчас не могу сказать, сколько я сюда приехал, вот, и все было безрезультатно. Мы даже просто уже начали не верить в то, что это самое вообще существовало. Музыка. Музыка. 88-16-12 Потом мы узнаем, что в Доманово Есть захоронен летчик Фамилия его Долголенко Пробиваем документы Это 212-й дальний бомбардировочный авиаполк Вылет за 24.06.1941 года Танковые колонны под березом Вылетело 12 самолетов в горную среду Мы понимаем, что если есть фамилия на памятнике в братской могиле Значит, есть фамилия После этого мы начинаем более усиленно работать Тот экипаж, который был со мной, начинал Уже ребята поменялись Наверное, может раз в 5 или 6 То есть все почти новые ребята прошли И мы начали искать Никакого не было продвижки И только в прошлом году Мы приехали Вот мы с 3 человека Сейчас мы и двигатель туда перенесем Ребята, давайте все железо туда переносим И сейчас начинаем тут копать А, стоп, тяжелые виды Это он, наверное, нашел не номер двигателя Завод третий Ну, я тебе... Нет, нет, это не оно И он, тем не менее, собрался с нами, пошел Спотыкаясь по этим кочкам Он нам привел Показал бы Вот здесь, вот здесь, вот здесь Я видел все Вот это вот было Был пал, все выгорело И просто бляшек много от самолета валяется Мы ему поверили Отправили его домой Сами оставили И буквально через сколько Через полчаса где-то Слава первый зацепил Я как раз за буре Так кричали от радости, что нашли, что он даже слышал там на буре Слава первый зацепил Потом Миша Где-то, наверное, штук 5 или 6 мы нашли фрагментов самолета И причем они двигались от этой опоры высоковольтной В сторону самолета И мы никак не могли понять, почему эта цепочка И мы решили, что вот самолет где-то здесь, вот в этой старице А туда, в деревню, носили это железо и теряли Походили мы, походили В результате мы не нашли ничего больше И на этом все заглохло Здесь начинается, как обычно, мистика Много читают рассказов по мной Кто поисковики, кто хоть чуть-чуть поисковой работой занимается Тот знает, что мистика все время преследует на всех самолетах Я не буду про все случаи рассказывать Я расскажу про этот самолет Как бы самолет все утих Вроде он там где-то отошел на задний план Ну, будем искать Да, нашли фрагменты, все, довольны На сайте написали, что первые фрагменты найдены Будем работать Разработали мы самолет Зацепились за по два Шкурпела Бойка Который летел в партизанский отряд И упал недалеко от партизанской стоянки Хованчик Мы начали там это все разрабатывать Долго разрабатывали Поняли, что это Бойка Шкурпела Доказали это все И нужно было табличку делать Володя вот сделал крест на место падения самолета И нужна была табличка Но опять же к кому? Сереге Серега, нужно помочь, сделать табличку Серега говорит, сделай Через какое-то время он мне звонит Говорит, Володя Табличка будет Слушай сюда Вот этот человек, который будет делать табличку Говорит, что у него есть дедушка Рядом живет И все говорит, что не знает, где упал самолет Около Доманова Ты, говорит, мне про него рассказал Ну, вроде про него Мы, говорю, вроде его и ищем Ну, он знает, он покажет Я говорю, так пусть он съездит Он посмотрит, где этот самолет упал Хотя бы пусть этот человек увидит Чтобы, может, дедушка не покажет Мало ли, что не доживет Потому что человек уже пожилой В результате они поехали посмотрели Он мне рассказал, где И мы опять же поняли Что вот на этом перешейке на Старице Это самолет Но тем не менее договорились совместно Сергей поехал, взял этого дедушку Приезжаем сюда А мы, этот дедушка, дедушка пришел Права? Этот камыш Выше человеческого роста Он встал и не может сориентироваться Водил, водил нас Начал рассказывать про какие-то еще канавы Но мы понимаем, что мы не можем сориентироваться полностью И его ключевые слова прозвучали Три-пять метров От речки Все это помнят Как он это сказал И вот это мы зацепились За эти три-пять метров от речки И погнали Ну я иду с Дениской В общем траву Сзади все добросовестно Но у нас же есть ребята, которые быстро бегают Поэтому мы за ними не угнались Славик с Мишей рванули И ухватили первый фрагмент Пока мы до них дошли Они уже начали копать крыло А уже когда появилась часть крыла Мы уже поняли, что мы нашли самолет Вот такая его история Этого самолета Тридцатого числа это было Тридцатого числа мы уехали И сразу же такая мысль Просто Надо срочно его поднимать Потому что как бы мы его открыли Теперь все увидят И как бы чтобы не пограбили Нужно его быстро закончить Ну вот так вот быстро все это сложилось И мы сейчас все здесь Благодаря слаженной нашей работе Мы это все сделали Вот так вот так значит долголенку нашли сразу во время падения я опущу там нюансы с которыми был захоронен я это не буду уточнять но мы теперь знаем какие там нюансы были вот он плавал в воде в своей меховой костюме в комбинезоне значит могу сказать что он погиб еще в воздухе потому что линии либо удара либо может он выпрыгнул в последний момент с малой высоты и разбился либо его от удара выкинулась от фонарь был открытый но его нашли на воде если войны когда делали братскую могилу его перенесли перенесли на станцию доманова в братскую могилу эта история так и осталось двое его штурман и стрелок радость остались пропавшими без вести не вернулись боевого задания кое как бы нехорошее слово почему потому что как клеймо как правило считалось не вернулся с боевого задания значит может еще избежал к ним это клеймо было не очень приятно все эти годы вот они здесь лежали погибши вместе со своим командиром но командира удалось найти похоронить они лежали были забыты никому не нужно сегодня все мы это сделали мы вернули этим людям честно их имя и их родни вот отряд авиапоиск мы значит благодаря мемориального комплексу создали огромный музей но этот музей пока только к сожалению находится в хранилище это как бы так сказать помещение выделенное мемориальным комплексом в котором мы отмываем эти фрагменты складируем подписан чтобы они не были утеряны прикладываем к ним фотографии все возможные ну и конечно бы нам хотелось создать музей он называется нас будет называться музей погибшей авиации при освобождении белоруссии и брестской области андрей найти ваши слова 35 метров от реки сразу помогли нам только мы ну похоже нет похоже Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!